Сальные шутки про немцев, хамские лозунги на Берлин и угрозы можем повторить. С 1945-го русские горды именовали себя победителями нацизма. В 21-м веке Россия стала новым рейхом. Современный фашизм, расизм дублируют риторику Гитлера про превосходство одного народа над другими. Тиражируют идею великого русского народа и душного русского мира. Но когда этот так называемый русский мир нахально полез устанавливать свои правила, Украина, как и 80 лет назад, дала жесткий отпор оккупантам. ВСУ перешли в контрнаступление и успешно гонят врага с суверенных украинских территорий. А вот любителям истории в Кремле самое время вспомнить о Нюрнбергском процессе. До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Российские федеральные телеканалы годами трубили о якобы надвигающейся угрозе для России со стороны Украины, НАТО и вообще всего западного мира. Но ведь это уже где-то было. Ах да, в нацистской Германии накануне Второй мировой войны. Герман Геринг, рейхс-маршалл Третьего Рейха и второй человек по влиянию после Гитлера в национал-социалистической немецкой рабочей партии, придумал затравку про внешнего врага задолго до Путина и его приспешников. «Людей всегда можно заставить слушаться вождей. Это легко. Все, что вам нужно сделать, это сказать им, что они подвергаются нападению, и осудить пацифистов в отсутствии патриотизма, и в том, что они подвергают страну опасности. Это работает одинаково. В любой стране». После капитуляции нацистской Германии в 1945 году Геринг и многие другие его соратники отвечали за свои преступления на знаменитом суде в Нюрнберге. Процесс стал первым в истории судебным разбирательством за военные преступления целого государства и его народа. «Это были преступления против мира, как их потом назвали. Это были преступления против человечности, как их потом тоже назвали в результате рассмотрения этого. Также это были те преступления, которые мы сейчас называем геноцидными. Это против евреев, уничтожение евреев просто как нации и много других, огромное количество военных преступлений. И все это дало определенный только прецедент, но и возможность осмыслить. И вот за последние годы осмысление этих всех процессов многих ученых привело мысли о том, что войны уже закончились, войн уже не будет. Потому что ну кому придет в голову в 21 веке разворачивать войны в своей основе 19 века по типу или 20 века, когда страны нападают на страны с целью захватывать территории, уничтожать население этих стран». Но эти больные идеи пришли в голову Путину. История повторяется. Полномасштабное военное вторжение на территорию чужого суверенного государства с целью захвата территорий. Массовое убийство мирных жителей, уничтожение целых городов, целенаправленные обстрелы энергетических систем, пытки над военнопленными и гражданскими, использование запрещенных снарядов. Все это военное преступление России, которое она прямо сейчас совершает в Украине, на глазах у всего мира. И за которое обязательно ответит по всей строгости. Историки говорят, за Россией числятся и другие военные преступления. Времен Второй мировой войны. Как известно, у преступлений против человечности нет срока давности. Россия сидела в ложах судей, прокуроров. Она обвиняла, она выносила приговоры. Это та страна, которая вместе с Германией фактически разрезала Вторую мировую войну и совершила огромное количество военных преступлений. И в тот период, когда она была союзником Гитлера, и уже после того, как она стала союзником Альянтов Британии, Соединенных Штатов и Франции. И, в общем-то, это огромное количество преступлений закончилось. Буквально заканчивались эти преступления. Они еще не закончились. И во время. Они совершались и во время уже проведения этого. В 1945-м Советскому Союзу удалось избежать ответственности только потому, что победителей не судят. К слову о судьях на Нюрнбергском процессе риторический вопрос Чацкого как никогда кстати. А судьями-то были сами преступники, которые развязали эту войну. Когда речь шла о тех, кто развязал эту войну, и тех, кто фактически Вторую мировую войну запустил этот триггер, спустил и дал импульс ему, то мы сейчас все, кроме России, кроме Путина, великого историка и его страны, относимся к событиям Второй мировой войны, особенно к его начальному периоду, в который в 1939 году подписали пакт Риббентра Помолотова, Гитлеровская Германия и Советский Союз, как к началу, как к такому приводному ремню, который впоследствии дал возможность развязать эту войну. И вот 1 сентября 1939-го нападения Германии на Польшу стало возможным только потому, что Советский Союз де-факто выступил союзником нацистской Германии. И таким образом, ну как бы, Германия дал свободу действий. Ну, учитывая секретные протоколы о том, что они делили эту Польшу уже еще до того, как они уничтожили, потому что Гитлер напал с Запада, а Советский Союз подождал, когда уже Польша уже истекала кровью, была практически не способна, и нанес удар в тылу на востоке. Хотя у Польши на Волынии были утепленные пункты, было много войск, можно было воевать и сопротивляться, можно было эти войска, скажем так, на борьбу с Германией. Но дар Советского Союза поставил просто свел к нулю для Польши какие-либо возможности сопротивления. Период с 1939 по 1941 годы до сих пор самый малоисследованный в России, говорят эксперты. И это неспроста. Большинство событий тех времен перекручивались и замалчивались советскими историками, за спиной которых маячил темный силуэт сначала сотрудников НКВД, а позже КГБ. Например, в России непопулярен факт о том, что в апреле-мая 1940 года советские спецслужбы расстреляли в Катыни около 22 тысяч взятых в плен польских офицеров. Тысячи поляков попали в советский плен еще в сентябре 1939 года, когда тогдашние союзники нацистская Германия и СССР одновременно вторглись на территорию Польши, разделив ее между собой как пирог. Катынскую трагедию вспомнили и на Нюрнбергском трибунале. При этом официальная позиция Москвы настаивала, якобы поляков Катыни расстреляли немцы, когда дошли до Смоленска. Началось убийство польских офицеров еще до Катыни, до того, как их загнали в концлагеря и уничтожили уже этих офицеров в концлагерях советских. Их офицеров начали убивать еще в ходе этого освободительного похода, который Красная Армия совершила туда. Убивали тысячи. Это одно из определенных Нюрнбергским трибуналов как военное преступление злодеяний. Депортации, массовые депортации. Сотен тысяч людей. Сначала поляков, потом украинцев. И евреи там попадали туда, также под раздачу. Уничтожение массовое политических партий и расстрел их руководителей и политических деятелей и так далее на территории Польши, но впоследствии и на территории Румынии, а еще позднее Прибалтики и нападение на Финляндию, преступления против мира под лживым поводом, что якобы Финляндия обстреляла советские войска. Это выяснено сейчас. Советские артиллеристы обстреляли свой собственный, и там погибло, по-моему, пять человек, советских солдат, что стало поводом для нападения для Советского Союза. Вот весь этот страшный период, 1939-1941 год, он не только замалчивался в Советском Союзе, ну и, в общем-то, он стал предметом умолчания на Нюрнбергском трибунале. На процессе в Нюрнберге СССР замял свои военные преступления, прикрывшиеся лаврами победителя. Но подозрительным остается тот факт, что во время свидетельств Риббентропа технические неполадки возникали именно в тех местах, где показания касались темных делишек Советов. И вот когда тот же самый Риббентроп рассказывал в своих преступлениях, ну, допросах, о этих событиях, или, когда он заходил слишком далеко, или отключался микрофон, или переводчики отключали переводить, или потом страдали некоторые советские военные прокуроры, которые позволили это. Даже один из военных прокуроров, кстати, киевлянин, украинец, Заря, который там очень важную роль играл, был убитый. При неизвестных обстоятельствах, но это было сказано, как будто бы, что он покончил жизнь самоубийством. В общем-то, он молодой и перспективный был человек, и вряд ли возможно это так было, но это тоже было связано с этим замалчиванием всеми. Нюрнбергский терминал это предмет для детективных романов, там можно очень много об этих всех закукуларных историях рассказывать. Зато есть, что рассказать о Красной Армии, когда она вошла в Берлин в 1945-м. Кровавый маршал Жуков отдал город на растерзание советским солдатам. Что там творилось в течение нескольких дней, скрывается до сих пор. По официальным данным, в первые недели после капитуляции нацистской Германии там было изнасиловано более двух миллионов немецких женщин, включая девочек и старух. Участие Советского Союза в преступлениях против мира, самые главные, военных преступлениях, преступлениях против человечности. То есть, все это Советский Союз совершал. Я не говорю уже последствий. в самой Германии там насилие против местного населения, убийство военнопленных, изнасилование женщин в огромных, скажем так, количествах. Это речь идет о миллионах. Ну, там цифра названа до двух миллионов, возможно, и больше было на территории Германии. Ну, и вот это все осталось за бортами. На Нюрнбергском трибунале говорили только о немецких преступлениях. Избежав ответственности в прошлом, Россия ответит за свои военные преступления в скором будущем. Война против Украины показала самую темную сторону русской душонки, вся загадочность которой, следствие абстинентного синдрома или бодуна, в народе. В Нюрнбергском процессе осудили только верхушку нацистской Германии. Но многих эсэсовцев, которым удалось избежать суда, кара все равно настигла. Части эсэс, которые военные части, это не те эсэс, которые в концлагерях были, а боевые, вафель эсэсэс, они очень жестоко воевали против американцев, убивали пленных и прочие другие. Вот американцы выискивали эсэсовцев и проводили специальные процессы и вешали, и расстреливали. Российским солдатам, которые сегодня совершают военные преступления в Украине, стоит изучить эту страницу истории особенно внимательно. Ведь в 21 веке найти человека гораздо проще, чем в 20-м. Поэтому украинские, британские и американские спецслужбы, а вместе с ними миллионы украинских волонтеров, обязательно найдут каждого российского убийцу, насильника и мародера даже через 10 лет после капитуляции России, где бы они не скрывались. Парламенты Литвы, Латвии и Эстонии уже признали Россию государством-террористом на законодательном уровне. Исключение РФ из Совета Безопасности ООН, куда ее, кстати, никогда не избирали, вероятно, станет следующим шагом мирового сообщества по обузданию взбесившегося медведя. А суд над Путиным, его генералами, ручными пропагандистами и прочими прихвостнями – лишь вопрос времени. Преступление агрессии, оно наявное, стопроцентное, не оправданное ничем. Агрессия против Украины – это одно из первых вот таких пунктов этого расследования должно происходить. Это преступление против человечности, это депортации, это военные преступления, убийства военнопленных, издевательства, вот эти все, не буду перечислять, мы все очень хорошо знаем, о чем идет речь. Вот эти все основные, скажем так, пункты, по которым рассматривались, расследовались, изучались на МВД, они, ну, как калька накладываются на то, что мы имеем сейчас с Россией. И, безусловно, это поможет международному тригуналу. Какой город станет новым Нюрнбергом для международного суда над мировым злом, пока неизвестно. Может, это будет Гаага, а может, разрушенная Москва после капитуляции России. Точно известно одно, вердикт будет суров и справедлив. Если верхушку российской власти, скорее всего, ожидает смертная казнь или пожизненное заключение, то десятилетиями выплачивать контрибуции и репарации придется российскому народу, как и несколько поколений нести клеймо позора за расшизм.